Саран-саран, с вами Ариран. Смотрим с вами сегодня видео, посвященное девчонкам Твайс. Называется оно на японском. Я пробовала перевести что-то типа девчонки Твайс как профессионалы или вроде того. Но опять же, скинули ссылочку мне. Вы продолжайте прислать мне эти доски, которые хотите посмотреть. И насколько я поняла, сегодня мы будем с вами смотреть, как девочки Твайс на сцене справляются с всякими заковыристыми такими ситуациями. И выходят из них как настоящие профессионалы. Вот. И ссылочку на оригинал я оставлю в описании. Я это уже сказала. Нет, не знаю. В общем, ладненько. Давайте смотреть. Поехали. Так, я вначале уже включала. У нее, смотрите, бантик отскочил. Я включала и гляну, что за видео. И она его такая, уп, и спрятала незаметненько. И такие глазки. Прикольно. Тут еще нужно успевать смотреть, что происходит. А, у нее поясок мешает. Телепальцем. А, нет. Это у нее слетел микрофон. Это мина у нас. Сейчас буду пытаться называть девчонок по именам. Буду пытаться не путать. Нет, мне кажется, я уже все не... А, упала моя туза. Я, короче, не буду пытаться, потому что я боюсь, что я могу пропускать, что происходит. Ой. Бедненько. Занесло немножко. Ремень вообще слетел. Зацепились. Да что происходит, господи. Короче, выступление я вам дам. О, как красиво. Вот я такое люблю-люблю. А что там, что-то успело произойти? А, вон, она потеряла. Что это был? Микрофон. А, она музыку не слышит. Это был, наверное, этот... Как его? В ухо, который слетел. Как он там слетел? Наушник. Оп. А, она расстегнулась, походу. И она сняла, чтобы она не слетела. Классно. И никто ничего не заметил, кроме нас с вами. Мне нравится у нее костюмчик. Такая ляля. А, прическу переделывает. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А вы говорите, стилист, визажист. И вон, опс. Это так миленько. Я не могу. Я не могу. Ты типа в порядке, говорит. Чего не так-то? Она уже улыбается. А, она так садится, типа, а юбки у них. Посмотрите, хореографии и такие юбки. Слушайте, это офигеть просто. Кстати, у меня есть еще видео. Вы мне прислали там, где опять вот в таких нарядах, типа, неудобных. Посмотрим. У нас есть, кстати, такое уже с вами видео на канале. Гляньте, она тупо держит вверх, чтобы оно вот так не сделало. Какой капец. Че, куда глядеть? А, она сбилась. Не то станчевала чуть-чуть. Какое отношение не то станчевала игр имеет к профессионализму на сцене? Ну, может быть, потому что она вовремя сориентировалась. Не знаю. А что там? Наверное, какая-то опять бежа очередная. Вот это мы там с вами смотрели. А как она там так зацепилась, я не понимаю. Там у нее как будто кип-капруны, что ли? Да что вообще? Ну, я поняла, наверное, здесь замочек. Что-нибудь, сапога. Хоп-то смотреть. А, ну вот, они типа путаются, кто к кому поворачивается. Слышь, ты говоришь. Мальважель. Такие милашки, такие непринужденные. Такая я стою. Все нормально. Не поддерживаю. Ух ты, ё-ть, вы гляньте, а на виду не подала просто. От микрофона батарейка отлетела. Ну, или колбачок этот. И там что-то потерялось. Опа. Ну, само выступление такое достаточно игривое. Как бы я думаю, что во время него какие-то такие казусы не смогут. Ух ты, ёлки. Такая... Опа. Она перецепилась за, собственно, ногу, наверное, длинный носок. И сразу чувствуется девочая группа в основном фанбой. Такой бум, мужские голоса. Какие красивые наряды. Мне нравится у Дайон. Так её зовут, кажется. Моя ты кися. И вот у этой вот Ляли, которая только что чуть не завалилась. У неё очень красивое платье. Но, видимо, очень неудобно. А-а-а. Да, конечно. Слушайте, у неё там такие каблучары. Нет, там, конечно, у неё есть ещё платформа. Там где-то анкетка. Там где-то анкетка. Офигеть. А-а-а. Это, мне кажется, тот случай, когда не та музыка включилась. Мы уже с вами раньше видели. Да, мне кажется, мы с этого ракурса не видели. А мы уже видели. Короче, мне песню другой группы включили. Ещё есть там фанеру прям. Она просто такая, без башмака лучше. Ноги свежее. А, я помню по этой хореографии вот эту фишечку. А тут что, теремлямки? Ещё плохо, что ли? Чё-то было. Ей было плохо, или она так и должна была прятаться во время хореографии. А, юбка. Мы с вами уже смотрели. Либо она короткая, либо, как я думала, она могла пошелопнуть у неё с двух сторон. И распускаться. Там защитные шортики, но чёрненькие. Там чё, я чё, кого-то не хватает, или чё? Чё, перепутались? Чё? Так, Вансы, напишите мне, я не поняла. А, тут тоже, гляньте, держат одежду по ходу. Нет. Что-то упало. А, нет, это дождь. Да, она что-то там не может, то ли зацепилась, то ли что-то, короче, не так. И вот тут мне нравится эта жёлтенькая платьюшка. Да, вот эта птика, которая потеряла ватину. С шортиками вниз, классно смотрела. Опять. Ну, я взялась. Бедненькие. 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 Это уже, наверное, многие знают, да, что у меня родители артисты балета. Ну, не вот этого балета, а там прям тоже динамичные танцы. И то же, когда после концерта двухчасового. Ух. А, тут типа у них это, юбочки были коротенькие. А это с Мама. Да, там же написано Мама 2020. Я помню. Я не знаю, короче, тут верно, вероятно, не должно быть никаких косяков, потому что, ну, типа, там бы иначе бы переснялись. Что-то такое. Нам просто, наверное, показывает, насколько они хорошо, синхронно и клёво могут выступать, что-то не только постоянно какие-то проблемы, а что, по сути, они очень умнички. И вот так всё. Да, нам в конце показали что-нибудь хорошее, без плохого, без инцидента. Спасибо за видосик, было интересно. Вот от Рили прям смотрю и сопереживаю. Но с этим, конечно же, не только Твайс сталкиваются очень многие. Вообще, в принципе, мне кажется, фанкамы, на которых айдолы падают, у них что-то случается, ещё что-то. Они всегда становятся вирусными, их всегда смотрят больше всего. Хотя артисты и компании всячески стараются избегать таких ситуаций, чтобы выступления были перфекто. Какое, какое, к чьё выступление, где девчонки падали, у экс-айди или где было? Я что-то не помню. Когда завирусился и тоже у девочек популярность сразу повысилась. Ладненько, ребят, пишите мне, какой из этих моментов вас впечатлил больше всего? Мне, наверное, там, где у девчонок расстёгивается одежда. Вот там ты реально можешь остаться голой перед людьми. Ладно, там бижа или ещё что-то. Но зачастую это тоже бывает спонсорский шмот. Если кто-то смотрел на рамки и прочее, там, где стилисты прям вот так вот, айдолы, смотри, там не потеряйся. А не поцарапай там, не мы эти часы, например, нужно вернуть или ещё что-то. Вот это вот потерять бижутерию, ещё что-то. Там, я не знаю, ботинок потерять, походу. Это не так страшно, как если у тебя начинает развязываться, я не знаю, топ, ещё что-то. Всё, котят мои дорогие, давайте, наверное, я на этом закруглюсь. Продолжайте мне присылать свои видосики, которые хотите вместе со мной посмотреть. Ну, не свои, в плане, а свои любимые видосики. Вот, кидайте ссылочки прямо здесь в комментариях. А на этом пока что всё. С вами была Ирина. Люблю вас. Целую. Пока-пока-пока.